Практическая психология Практическая психология Потому что пока мы смотрим на картинку, которую можно наблюдать в соцсетях или где-то ещё, это картинка, которую можно добавить, домыслить, дополнить всем чем угодно, каким угодно контекстом, который есть внутри зрителя в данный момент. Но нет соприкосновения с живым человеком. И только когда эта картинка открывает рот, начинает произносить слова, мы слышим непосредственно сами слова, сами конструкции, само содержание речи человека. Мы слышим то, что за этим содержанием находится. То есть мы слышим тембр, мы слышим темп речи, мы слышим паузы, если они есть, мы слышим интонацию, которая говорит нам о внутренней пластичности этого человека или наоборот, о его эмоциональности или закрытости. И вот здесь перед нами предстаёт личность во всём её объёме. Вот слушаю тебя, я даже боюсь что-либо сказать. Надя, сегодня утром, на утреннюю встречу нашу. Можно, я себе позволю позволить, да? Вот отличный заход, вот прямо, да, потому что мы с тобой понимаем, что сейчас современного человека так или иначе жизнь подталкивает к процессу звучания, да? Действительно, ты сказала, в социальных сетях можно выкладывать самые красивые картинки, но как только ты начинаешь говорить, и человеку ты или очаровываешь ещё больше, или разочаровываешь. Мы видим очень много людей, которые, например, вообще не говорящие. Или говорящие как-то так, что их слушать невозможно. И хочется, ну, понятно, тебе как специалисту хочется помочь этим людям, но мы же знаем, что мы без запроса работать не имеем права. Сто процентов. Да, да. Уже, ты знаешь, у меня даже прошёл этот момент, когда я замечала людей, которым бы я могла помочь причинить, так сказать, добро. Голос нам дан, чтобы мы могли говорить о себе, о своих чувствах и, конечно же, для того, чтобы быть услышанными. Вот развею вот эту тему. Почему мы должны быть услышанными? Когда я начинала работать как преподаватель пения, ко мне сначала, знаешь, инсайтами просто приходили такие во время уроков наблюдения, осознания о том, что вот этот человек сейчас стоит, и у него не получается вот эти ноты взять, ну, выйти, например, в верхний диапазон, потому что он боится, потому что у него сейчас зажимается горло, потому что в данный момент он себя слишком сильно критически оценивает, потому что… И, в общем, понимаешь, да, на всех уровнях. На уровне сознания происходит что-то, на уровне эмоций есть отклик, есть реакция на то, что происходит в голове. Причём это нереальная ситуация осуждения или там критики какой-то. То есть в данный момент ты как преподаватель не осуждала, не критиковала, но человек, тем не менее, не мог себя проявить. Он сам себя в этот момент оценивал, то есть… Сейчас расскажу дальше. И всё вот это в комплексе влияет на наше тело. Соответственно, первое, что зажимается, это, конечно, горло, голосовой аппарат. Когда мы стоим и анализируем, что происходит с нашим голосом, он выражает наш анализ. То есть закрывается эмоциональность, получается очень плоское звучание, и это ещё больше усиливает зажим. Внутренний психологический и физиологический зажим в данный момент. То есть это та самая критика, самокритика, которая помогает нам взрослеть. Если мы сейчас с тобой пойдём в то, как формируется вообще личность, из ребёнка формируются внутренние взрослые и так далее. Вот эта критическая часть настолько сильна в каждом из нас, абсолютно в каждом из нас. Но в нашей стране до сих пор не было, и, слава богу, сейчас формируется, я бы сказала, институт, который помогает человеку учиться себя поддерживать. Вот это второе крыло, как я его называю, да, у внутреннего родителя, когда мы не только оцениваем себя критически и понимаем, где мы ещё пока не очень, и надо бы подтянуть, да. Но есть ещё вторая наша способность поддерживать себя и перестать таким образом зависеть от положительных отзывов, от поддержки, от одобрения. Ну, от всего того, что внешне, да? Да, да. А дать опору свою, как бы, обвести опору в себе внутри. Да, и вот ещё один момент, да, который сейчас вспомнился мне. Если мы подходим к процессу своего голосового выражения, неважно, пение это или речь, публичные выступления туда же, только с точки зрения рациональной, только с точки зрения критики, мы всегда нацелены на результат. И мы фокус внимания держим там, и это очень сильно зажимает. А вся речевая активность наша, вся речевая деятельность, голосовая деятельность, в том числе и особенно пение, они процессуальны. И вот я сейчас с тобой разговариваю, я думаю одновременно, но мне очень хочется выразить то, что у меня внутри, поделиться этим. То есть вот как раз добавить эмоции, да, то есть критика это всегда, и анализ это всегда безэмоциональная такая часть нашей личности. Сужающая. Да, а когда ты хочешь действительно звучать, то для этого необходимо, опять-таки, душевные составляющие свои подключить, да? Да, и эмоции, когда мы ими делимся, они ведут нас в расширение, в проявление, в процессуальность. То есть, опять же, я хочу повторить вот это вот слово, да, есть результат, есть нечто фиксированное во времени и в пространстве, и есть процессуальность, в которую мы можем переходить и просто в этом процессе пребывать. Вот ещё раз подтвердила ты мне слова, что психологию везде. Отдаёт ребёнка учителю пение, да, а он, мало того, что специалист по вокалу, он ещё и становится специалистом по психологии, потому что ты хочешь или не хочешь, но ты соприкасаешься с другой душой, и эта душа должна быть раскрыта в полном объёме. Да, это в идеале, конечно. Вот давай поговорим о том, почему очень многие из детства выходят с боязнью вообще звучать, говорить о себе. Почему именно в детстве чаще всего формируется вот этот страх? Как, заявите себе? Ну, какому родителю, перегруженному работой, хлопотами по дому? Мы в основном говорим про мам сейчас, да, потому что всё равно в нашей стране или в подсоветском пространстве, или где-либо ещё, в основном мамы больше всего времени проводят с детьми. И если вот эта вот мама, которая решает огромное количество задач в течение дня, совершенно не имеет навыка, не имеет представления о том, что ей надо бы выделять в течение дня время на себя, она просто выгорает к вечеру, к вечеру, когда надо ребёнка сначала из садика забирать, потом из школы встречать. А у людей, ну, мы с тобой как мамы знаем это, да, у детей в конце дня очень часто возникает, накапливается такой багаж переживаний за день, или напряжений за день, или усталости какой-то. И естественный способ, как эту усталость снять или вывести, это проэмоционировать. Ну, самый простой, самый естественный, да, для ребёнка. И если у мамы в этот момент нет ресурса, ну, нет вообще никаких сил, оставьте меня просто одну, пожалуйста, она себя одну не оставляла в течение дня, а вот под конец уже исчерпала все ресурсы, все возможности свои. Естественно, единственная потребность, которую мама может выразить такому ребёнку, слушай, замолчи, пожалуйста, закрой рот, ой, можно потише. И вот эти фразы, эти родительские предписания, так скажем, да, установки, они ложатся очень сильно, очень глубоко в каждого из нас. Да, когда мы говорим «не кричи», или там «можно потише», вот я сейчас немножко на защиту мам хочу тоже встать, да, потому что иногда и папы, да, могут говорить, там, да, например, «хватит орать». Ну, то есть вот всё, а учителя, которым нужно как-то выжить в этой истории, где 28-30 человек, и все хотят звучать, и учительница говорит, да, там, по столу кулаком «тишина». Конечно, отсюда вот эти моменты зажимов, эти моменты травм детских, психологических, когда ребёнку не разрешалось проявить свой вокал в полной мере или в полном объёме. У нас вообще, мне кажется, культура настроена на то, чтобы ребёнок не плакал, не вокалировал особо сильно, не эмоционировал, был как бы понятным, удобным, да, и спокойным. Вот я сейчас, например, очень часто слышу, там, спокойные дети, хорошие дети. Ой, какой ребёнок, как с ним хорошо, как с ним комфортно. А эмоции – это же сила, это огромная сила, большая сила, и с ней необходимо как-то соприкасаться, контактировать. Следовательно, если мы хотим, чтобы у нас был здоровый ребёнок, не сильно травмированный, вышел во взрослую жизнь, мы что, даём возможность ему и покричать, и попеть, и позвучать так, как он этого хочет? Я представляю, как сейчас нас слушают мамы и преподаватели, возможно, да, и думают, и как? А мне-то что в этот момент делать, да? Как мне с собой быть? Беруши. Кардинальный метод, конечно. Готовый вам проверенный мною инструмент. Ну, знаешь, вот моя практика в работе с эмоциями, и конкретно один из вариантов её – это проживание собственных эмоций, выгрузка эмоций, которые многие женщины, взрослые… Ну, сейчас могу сказать и про мужчин тоже, да, просто мужчины реже ко мне приходят. Но когда женщина не накапливает в себе багаж невыраженных переживаний, у неё появляется ёмкость внутри, контейнер так называемый, да, ты знаешь это. И тогда есть куда складировать эмоции своих близких людей. И мужа, и детей, и маму можно выслушать, и кого угодно. Ну, потому что, как ни крути, женщина – это всё-таки эмоциональный центр семьи. Согласна. Если плохо маме, плохо всем, да. А дети… Да, ещё такая вот фраза, однажды я её услышала, она мне очень понравилась. Мы, взрослые, уже были детьми, и мы понимаем, каково это. И мы можем своим детям помочь, научиться быть самой собой, самими собой, да, научиться самих себя понимать, самими собой контактировать. А дети взрослыми не были, у них этого опыта нет. И только мы можем им его дать. Согласна с тобой полностью, Вика. А вот потребность заявить о себе, она примерно в каком возрасте появляется? До самого рождения. До самого рождения. Да вот только появился на свет ребёнок, и он… Ну, вот смотри, да, но вот уже появляется, да, там, педагогика, появляется, ну, определённое там правило, как нужно себя вести в этом обществе. И вот, пожалуйста, да, мы уже видим детей, даже детей уже, да, которые, например, боятся выйти на сцену, рассказать стихотворения, которые очень сильно боятся выйти к доске и теряют сознание, потому что им так страшно, что сейчас их вызвали к доске и спрашивают. И это тоже весь в чистом виде психология. Конечно. То есть вот эта оценочность, которая у нас формируется, да, и с которой складывается потом внутренний родитель в системе, она… у кого-то… я сейчас слушала твой вопрос и думала, вспоминала, а когда же она у нас складывается, вот эта привычка себя оценивает? Конечно, в семье. И если в семье не… может быть, даже не сильно так это проявлено, может быть, в детском саду. Кому как повезло с… Да, с воспитателями. С воспитателями. Ну и, конечно, в школе особо сильно оценочный фактор. А в школе вообще, в школе начинают… да, в школе начинают оценки ставить. И вот эти оценки… хорошо, если у ребёнка к этому моменту есть разделение, что оценка – это… вернее, отметка – это оценка моего поступка, как я справился, не справился, но моя личность в этот момент… Не страдает. Не страдает, она не зависит от этой оценки. Это только лишь результат моего действия, да, а я по-прежнему хороший, хорошая, да. И если вот это развлечение есть, то взрослый человек потом пойдёт по жизни очень успешно. Он будет говорить о своих успехах или даже неудачах и делиться ими, но при этом внутри у него будет опора на то, что есть целостное внутри него, что есть его ценностью, что есть его опорой. Вот хорошую фразу ты сказала – говорить о себе, говорить о своих успехах или неудачах. Ведь тоже основной затык, да, то есть как бы вот я могу о чём угодно, но только давайте не переходим на личности, то есть как бы ко мне, пожалуйста, про меня, пожалуйста, не надо, да. Вот как часто очень слышишь такие фразы. Потому что я не главный, не звезда, не центр Вселенной для себя. А, ты имеешь в виду, когда вот собирается коммуникация какая-то, да? Вот заявить о себе, например, как о специалисте или как о славном малом – это же тоже та ещё и история, до которой нужно дорасти. Да. И вот этот процесс мы с тобой видели во взрослых играх, да, которые недавно прошли в нашем городе. И самое важное для меня, как для человека, автора этого проекта, было, чтобы пришедшие на эту игру могли через тебя попробовать заявить о себе. Надь, мне вообще невероятно приятно было, что ты пригласила меня в этот проект. И огромное тебе спасибо. Я даже не представляла, как это может подействовать. И мне очень понравился твой посыл про звезду. Потому что каждый, мужчина или женщина, ребёнок, каждый хочет быть звездой хотя бы для себя. И, ты знаешь, ещё за время сотрудничества нашего с тобой в трансформационных играх, я очень часто слышала предложение такое извне. Вика, создай свою игру. Я думаю, ну какую игру я могу создать? Господи, да я играю-то везде. Везде, где соприкасаюсь. У меня всё обучение через игру. Ну какую ещё игру я могу создать? И, ты знаешь, вот, наверное, это вот через таких специалистов, таких коммуникаторов, как ты, происходит сейчас. И в взрослых играх у нас действительно получилось такого рода взаимодействие. Твой посыл про звезду я приняла и услышала, как я могу это сделать. И, ты знаешь, вот, поразительно, что у нас состоялось это всё в детской комнате, в музее мороженого. И это так интересно развернулось, так необычно, так неожиданно. Каждая женщина пришла и сначала звезду почувствовала внутри себя. Я не буду весь процесс рассказывать, конечно, мы это с тобой. Да, это всё можно будет прожить потом, да. Да, но я смотрела, я наблюдала за тем, как это интересно сработало, как интересно поменялись глаза. У нас на взаимодействии было всего 20 минут, но за эти 20 минут женщины просто уходили совершенно другими. И на уровне эмоциональном, и на уровне телесном, да? Да. Ну, то есть, да. Голос живёт в теле, звезда живёт в теле, что тоже немаловажно понимать это. Как вначале, когда очередная группа приходила, я просила их что-то сказать о себе, пару слов, там... Вот это вот всё было, да? Сложно, конечно. Даже нам сложно бывает, когда мы уже, да, вроде столько всего прошли и обучились. Бывает, да, в первом моменте можно такое поймать. И какие они потом уходили, как они обнимались, какие они счастливые были, продвигав своё тело, послушав себя внутри. Мы с этого начали, да. И потом, разрешив себе немножечко выразиться, развернуться, потому что звезда, она же не живёт в ладонях. Да, конечно. Она на небе. И звезда не может светить, ей нужно пространство. Вселенная. Да. Да. И, ну, место для движения, скажем так. Однозначно. Отлично. И так, звездой может стать любой? В определённой степени да, потому что звезда может быть маленькой и едва мерцающей. Кто как решит для себя. Можно быть звездой, например, в своей семье, да, можно в коллективе, можно в масштабах города, в масштабах страны, в масштабах вселенной. Пожалуйста, только вы сами выбираете свой объём. Конечно. И звездой без голоса быть сложно. Невозможно. 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 Ни до кого не дойдёт этот свет, он будет невидим. Я вот сейчас слышу, как наши слушатели прямо, да, говорят, ну вот, сейчас каждая будет звездой, и что мы тут будем делать? А мне кажется, от этого мир становится счастливее. Если для вас сейчас, дорогие наши слушатели, слово «звезда» звучит ругательно, то это не про звезду, это про вас. Про самооценку, да? Я сейчас делюсь собственным опытом. Мне очень долгое время этим словом просто били по голове. И когда я поняла, что это моё предназначение, это и твоё предназначение тоже, Надя, ты знаешь, да, оно начало звучать по-другому. Оно начало ощущаться иначе. И у каждого из нас есть какая-то своя грань этой звезды, какой-то свой луч, который может подарить миру чуть больше радости, чуть больше света, тепла, ценности. Эта ценность есть в каждом из нас. И в этом смысле, да, каждый из нас звезда. Красиво, как Вика. А давай ещё немного, у нас есть прямо 5-6 минут, да, проговорим про то, что мы звучим не просто для того, чтобы услышали нас, но от того, когда мы умеем говорить, выражать свои чувства, свои эмоции, это качественно отражается и на наших взаимоотношениях, в семье, в мире. Но это всегда бывает тоже через запяток и какой-то внутренний затык, понимаешь, чаще всего. Ну, безусловно, да. Вот встретила я партнёра, я вышла замуж, я решила, что мы будем жить долго и счастливо, и тут получается, что человек, я говорю одно, а он понимает это совсем по-другому. Да, точно, точно. Вот прямо с этой фразы «я решила», да, всё и начинает разворачиваться, потому что если у женщины есть план в голове, это, знаешь, мне нравится метафора Сергея Артемьева про строительство. То есть если у женщины есть план, то, соответственно, мужчина кто в этом плане? Всегда по-разному. Бригадир, прораб, я не знаю, кто угодно, да, и он обязан этот план воплощать в жизнь. Но если мужчина не подозревает... А в плане женщины? А в этом плане, если между мужчиной и женщиной нет проговорённости, если они его не составляли вместе, да, если этот план не озвучен, строительство не получится. Не получится. Один будет думать про одно, другой будет интерпретировать это... По-своему. По-своему. И, соответственно, лебедь, рак и щука. Вот, пожалуйста. Как можно, как можно исправить эту ситуацию? Научиться договариваться. На берегу. Словами через рот. Да, и плюс ко всему каждый раз уточнять. Уточнять, я правильно ли поняла? Я правильно ли понял? Потому что, как показывает наша практика, одни и те же слова имеют разную смысловую нагрузку. Особенно про эмоции. Когда мы начинаем интерпретировать эмоции своего партнёра или выражение лица, или поведение, поступки и так далее, да. Додумывать, докручивать. Объяснять себе, как только возникает вот эта интерпретация внутри нас, всё, считайте, контакта нет. Как только женщина начинает играть в Шерлока Холмса и говорить, да я знаю все его уже вот эти вот причины, я знаю, что он чувствует, я знаю, что он хочет. Женщины, всё, можете поставить крест на отношениях, потому что вы в этот момент своего мужчину не видите, не слышите. Вы на самом деле ничего про него не знаете. Вы про него придумываете. А у нас, у женщин, очень хорошее воображение. О, да. Итак, кстати, про общение в отношениях в ноябре месяце на взрослых играх мы обязательно сделаем остановку и исследуем это явление. Так что держите руку на пульсе и будьте в курсе всего происходящего. Вика, и вот в завершении нашей программы какую-нибудь прям практическую часть, как я могу звучать и проявляться в этом мире. С чего можно начать любому человеку? Знаешь, я, наверное, опять же вот сказала бы к только что анонсированной встрече осенью, если вы поймёте, друзья, что слово можно не только убить и... Вылечить? Ну, можно вылечить, можно согреть, можно обнять. И когда вы обращаете внимание на своё внутреннее состояние, вы понимаете, как сейчас из вас это слово выйдет наружу, что оно может сделать с другим человеком. Какой посыл несёт это слово, которое вылетело из вашего рта, да? Может быть, ещё не вылетело. Хорошо, если не вылетело, да, и вы сделали вдох и выдох, обратили внимание на своё состояние, подумали о том, что на самом деле вы сейчас хотите произнести, что на самом деле вы хотите сейчас направить в сторону этого человека. Не заботу из своего внутреннего напряжения и страха, когда не совпадает трансляция и контекст, да, а привести их в соответствие и сказать с любовью те слова, которые, возможно, вызывают в данный момент у вас страх. Отлично. 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 Да, наше состояние, где фиксация нашего внимания сейчас, только ли в содержании или вот в том посыле, который мы хотим выразить, который мы хотим подарить этому миру. Как красиво. Это была тема «Я разрешаю себе проявляться», и сегодня мы её раскрывали вместе с певицей, с коучем по психологию голоса, Викторией Масленниковой. Викой, спасибо большое за программу и до новых встреч. Спасибо тебе за этот разговор. Я очень жду следующих наших встреч. Любви, здоровья и счастья. Это была программа «Практическая психология».